доброе утро всем всем привет мы на даче вчера приехали погода сегодня опять шикарное солнышко тепло вот сентябре уже по прогнозу посмотрела там будут дожди жди будут почти весь месяц не знаю посмотрим на потихоньку закругляться получится там огурцы сниму не были мы не опять наверное не были опять лошади висят наверное ну да шуханские смотрю сейчас что почем сниму какие надо больше все на это уже с ними расставаться расставаться вы что ребята до сниматься то будете мелочь пузатая плохо еще не снимаются не отщелкиваются все будут развязаться тоже с ними вода шлевает мой девчонки вчера было забыла им обрезать проккали то ё-моё забыла нас тричим справится вот тоже стук оce но ка что тут ой-ой-ой-ой•今 я тебя сниму второй тут рядышком – сгнил я его вчера еще оборвала, а тут не стала обрезать. Неохота было бы мне вчера уже поздно вечером. Сейчас пройдусь, наверное, этот куст уже, наверное, уберу вот этот. По-моему, тут уже ничего нет здоровенный. Хватит уже все, что можно было. Мы с него сняли. Тут еще небольшой. То есть растет. Вечерами-то уже холодно, 3-5 градусов. Я боюсь, что они загниют. Большие-то надо снимать, конечно. И растут уже не так быстро. Потому что днем-то хорошо тепло, а вечером-то их прижимает, прижимает, ребятки вас. Прижимает, прижимает. Сняла два кабачка. Вот столько огурчиков на баночку. На полторашку, наверное. Все, автоматиков тоже сняла. Остатки. Буду, по крайней мере, в порядок приведу сейчас теплицу. Палочка пает картошку. Средненькая картошечка. Плохая, мне говорит, нормальная. Какой-то сорт интересный, фиолетовый. Галя давала рассаду-то нам. Какой-то интересный, прям черного цвета. Что за картошка такая. Доброе утречко всем, дорогие мои. Времени у нас десятый час. Я только встаю. Ну, проснулась я, конечно, наверное, час назад. Я и раньше просыпалась, конечно, вставала, но снова ложилась, потому что я до полчетвертого смотрела фильм. Один просмотрела, потом второй фильм просмотрела, потом уже сил у меня больше не было, не показываю себя, потому что я еще такая возолохомаченная бабушка. Волнышко, но ветерок прохладный. Прохладный. Ой, там видно, не видно. у нас сосед скосил траву. Такой сток сена там стоит. Солнце ничего не вижу сама. Будет опять день теплой дождей нет совсем. Да, вот не показала конечный результат, когда Палыч делал тут зашивал цоколь, зашил, там до конца не доделанно, еще мета мы не брали. У Игоря надо будет взять мета, вот сразу нарезать, чтобы туда и туда нарезать, сразу будет здесь подрезать. Вот так засыпал все. Вот так вот все сделал здесь, так все здесь облагородил. Сейчас говорит, можно стучаться-то ты встала, а я говорю, господи, что не стучаться-то, хоть из Палатых стучись время-то, ведь день дедской, спать надо по ночам, не валять дурака, фильмы смотреть до ночи, а потом что ему надо делать, заниматься делами. Я так-то все подобрал, как-то все сделал, ну не стучу, думаю, успеешь, да и хрен ты с ним. У меня не с ночной смены. Вот здесь зашивает теперь. Как я уже говорила, зашиваем тем, что есть. Не будем извращаться, сейчас у нас очень подорожали стройматериалы, доски, вообще, сколько, Сережа, куб 15 вроде бы, да? 15-16 куб, это там еще такой доски, дюймовки там или какой-то, да, чуть потолще доска, там все 20-25, это в общем, как на юге стало, как в Краснодаре, когда я смотрела там видеоблоги, да, в Краснодаре там покупают, я говорю, господи, еще прошлый год, какие у них дорогие доски, да, ну понятно, там нет у них древесины своей, да, нет леса, у нас же своя деревообработка здесь, свои у нас, так скажем, как они называются, лесопилки, свои лесопилки, но теперь хозяин-барин, государственного ничего нет, я хочу пилю за 3 копейки, я хочу пилю за 100 рублей, да, вот, так что, прошлый год мы еще покупали, я помню доски, кто знал, можно было не один куб взять, да, Сережа, были доски и по 6 тысяч, можно и по 4 тысячи было, можно взять такие доски, да, а тут мы пришли, ну я показывала, как-то во влоге у меня тут было, что одна доска стала 150 рублей стоить, одна доска, дюймовка, да, Сережа, в общем, делаем то, что есть, делает, опять морилкой помажет, значит, мы не можем себе позволить такой роскоши, у нас здесь, я говорю, не царский дворец, не хоромы ворские, у нас здесь дача, и поэтому мы делаем так, как делаем, закроем просто, чтобы лишний раз не дуло, вот и все, будем мы тут распиндюриваться, вот, надо, конечно, не на таких дачах тут что-то прямо выстраивать из хорошей древесины, мне как-то это не очень, чтобы очень, потому что я говорю, сколько мы еще, да, сможем тут здоровья, сколько нам хватит еще тут поездить, что-то поделать, поколотиться, Палыч, сами видите, как ходит он у меня, еле-еле душа в теле, да, мне тоже уже все, это тяжело копаться, и может придется продавать, а потом кто купит, пусть переделывает, вон там купили, наверное, первый участок, так они будут, то ли сносить он будет дом, по-моему, полностью, и будет строить себе новый карпичный дом, будет здесь жить, типа с автономным отоплением сделает, там видимо палетами может будут цепить, ну пожалуйста, молодежь, покупите, покупите, пусть делают, что хотят, а нам хватит, нам достаточно, ездить переночевать, ездить воздухом подышать, так что я не гонюсь за красотой, кому не нравится, я все говорю, пусть не смотрят, лишь бы нравилось мне, я не обращаю на это внимания, не обращаю, я бабушка без комплексов, мне по барабану, лишь бы нам было хорошо и нас устраивало, сегодня поедем домой, болталка у меня с утра, болтология, вышла пока яйца варится, думаю, поболтаю, надо сейчас через сахар померить еще, сколько дней не берила, поедем сегодня домой, потому что завтра Палычу тоже опять в онкологию, сдавать анализы, там обследование какое-то, он проходит там опять с изотопами, что-то там, и мне на ОЗДГ тоже надо сосудов шеи идти, позвонили, поэтому поедем сегодня домой, надо все уже, так хочется все уже скорее завершить, подустала, подустала, конечно, я что-то уже от дачи подустала, хочется уже навести порядок, уже чувствуется, чувствуется, что дело идет уже к завершению, дело идет к осени, вот, ну морковку еще, конечно, пока драть не буду, еще пусть на сентябрь весь стоит морковка, вот, свеклу вот надо будет, конечно убрать, дачки еще тоже, сколько постоят, сколько постоят, цветы надо, эти все уже, все хочется подобрать, потому что у нас потом резко похолодает, и будет уже для веселья, только что они стоят, глазик радует, надо семена собрать, я вот жду некоторые еще собрать семена, эти не надо, эти я могу вообще, только сейчас пообретают, все уж не пообсыпались, все пообсыпались, так только все пообретят, я их сразу подчикаю, секир башка сделаю им, Бархатцы эти долго стоят, конечно Вот там распускаются У меня все жду, не дождусь я Ноготки, календулы, вот они выходят Вот они выходят Они потом будут Семена, вот они Вот Вот он Эти желтенькие Вот эти вот Они Вот еще вот это Вот это масса, вот это бархатцы Вот они, наверное, не успеют уже завязаться Я не знаю, почему-то плохо, как-то всошли Но я посадила их в прошлый год зимы Посадила и забыла В этом году стала пропалывать грядку Утром, весной Стала готовить Ой, какая я на тени даже махлатая Стала чистить От сорняков, все это убирать Ну что тут у меня за трава вылезла Что за трава у меня вылезла И вот здесь я, короче, начала ее Выпалывать, вот видите, пустой треугольник Где вот бархатеццы, тут пусто все А так вот у меня угол был засажен Да, и видимо попала вот сюда Как-то попала вот сюда Вот еще малину тут дала соседка вчера Сереже Сколько тут, три кустика, по-моему Хочет подсадить еще малинку Так надо малинку удобрить Что Татьяны-то мы от сестры привезли Надо тоже ее бы подкормить чем-нибудь Ну просто, чтобы немножко, конечно Сейчас-то она уже готовится к отдыху К усыпанию готовится уже К осени Вот, а эти вот хорошо вот сейчас пересаживать Как раз самая-то кустика Людмила дала Влезла в морозилку за маслом Что тут такое в пакетике Брынзу Палыч стунул в морозилку Что он тоже Вот дает Я ж не кладу в морозилку Ну все, она сейчас будет сыпаться, крошиться Ну и Палыч у меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok